Средний уровень платформы SaaS, которая позволяет пользователям получить доступ к функционалу через веб-браузер. То, что он заходит в веб-браузер, открывает приложение, использует приложение, то же самое студия, это все медтир. Этот уровень необходим для поддержки аналитической обработки, такие как сегментация клиентов, создание и редактирование компаний, постановка на расписание компании. И в этот уровень он передает запросы как раз таки серверам SaaS для обработки, о которых мы говорили ранее. В GMS Broker много Java-приложений, которые обмениваются между собой различными сообщениями, они пользуются в GMS Broker для передачи этих сообщений. Вот это, наверное, более важно сказать о SaaS-кэшлокаторе. Он же Gamefire, тот же самый, который используется веб-приложениями SaaS. Это некая область ширования, в которую веб-приложения складывают свои какие-то некоторые данные, которые могли бы быть необходимы для использования другим веб-приложением. В этой области, где есть некие кэш-веб-приложения, приложения могут спускаться и доставать необходимые данные, которые генерируются другими приложениями. То есть это некоторая распределенная область для интеграции веб-приложения между собой. Она важна. Почему? Потому что действительно некоторые приложения не могут работать автономно, и им нужно взаимодействие различных приложений друг с другом. Обмен сообщениями, такие, не знаю, допустим, когда пользователь логинится в студию, ему нужно получить доступ к каким-то компаниям, доступ к компаниям и логин в студию — это совсем разные приложения, поэтому нужно понимать, кто и что зашел, и какие там доступы и права ему выйдут. То есть некая распределенная система в кэше. Нужно следить за тем, чтобы она была запущена. Ну, собственно, когда мы там делаем уже, когда администраторы пользовались системой SaaS, когда мы запрашиваем статус серверов на MIDI, там у нас такая строка вылетает, SaaS, Cash, Locator и Startup. Ну, что говорит о том, что вот эта распределенная система сейчас с кэша запущена, и, в принципе, все приложения, которые расположены на MIDI, могут ей пользоваться. SaaS, веб-сервер. Ну, опять же, по аналогии, это то, что пользователю позволяет набрать некий текст в виде там костнейма сервера порта в адресной строке браузера и получить некий красивый интерфейс на выходе. Это то, на чем запускается веб-приложение, такие как там студия, как логон-менеджер. В общем, это является фундаментом для этих приложений. Несколько пунктов выписано, чем это хорошо, балансировать нагрузку между приложениями, ибо там, если у нас несколько пользователей одновременно пользовались студией и там, одному выделялось больше ресурсом, чем другим, то это было бы нехорошо. Так, с помощью веб-сервера у нас есть некий баланс. Да, он позволяет поддерживать сессии, чтобы они там не закрывались в приложении. Ну, и, собственно, да, там какие-то моменты кэшируют. Когда мы открываем студию, там, интерфейсы, различные ячейки, иконки и так далее, он их кэширует, чтобы там при повторном открытии вся вот эта история не загружалась заново и помогает достичь большого скачка в производительности. То есть пользователей не хватается за голову и от того, что компания запускается, открывается, каждый узелок перетягивается очень долго, в этом нам помогает с веб-сервером. Как и у каждого приложения веб-сервера есть ряд своих рабочих папок. Там есть папка, откуда мы можем запустить, его остановить и так далее. Там у него есть, да, свои конфигурационные истории, на каком порту запускать, с какими параметрами, какую тайм-аут-сессию выставить и так далее. SSL, естественно, там, да, как и для любого приложения, которое использует браузер, там важно понимать, насколько для нас важна информация, которую мы там передаем и извлекаем из внешних источников. Поэтому, там, если мы пользуемся сертификатами, сюда нужно подгружить сертификаты как раз-таки в эту папочку для веб-сервера. И, собственно, там папка с логами, куда будут фиксироваться все реквесты, респонсы к веб-серверу. Ну, в основном, конечно, там, как правило, мониторить такие вещи не нужно, важно понимать, что просто они есть, в случае чего к ним можно обратиться. У SAS есть своя Java, которую он обновляет самостоятельно, и, собственно, на ней работают все веб-приложения. То есть, там, как правило, нам не нужно ставить какую-то отдельную GDK, какую-то отдельную Java, чтобы все приложения запускались, с SAS она идет в комплекте, и обновляется она самостоятельно при накате очередных ход фиксов, при установке более новой версии SAS. Эта Java обновляется самостоятельно, ничего с ней дополнительно делать не нужно. SAS Web Infrastructure Platform, платформа веб-инфраструктуры, кратко называть VIP, она представляет общую инфраструктуру для всех веб-приложений SAS. То есть, эта инфраструктура, она поддерживает такие действия, как аудит компании, аутентификация в компании, конфигурация компании, состояние текущее, мониторинг компании, допустим, алерты куда слать, в случае того, когда компания запускается или не запускается так, как нужно. Управлениями темами, допустим, вы знаете, что в студии можно выставить какую-нибудь кастомную тему, чтобы для глаз было приятней. Ну и там, опять же, та история с общим кэшем здесь тоже присутствует, потому что веб-инфраструктуре платформ, у нее есть своя внутренняя база данных. То есть, вообще, весь этот комплекс VIP, это как некая база знаний для SAS. То есть, все приложения, как помимо общей кэшированной истории, у них есть постоянная память, которая расположена в этом VIP. Это, по факту, база данных на Postgrease, все по необходимости спускается с запросами внутренней службы SAS. В общем, это какая-то общая база знаний для всех веб-приложений SAS. Они ей охотно пользуются, и она помогает как раз-таки интегрировать между собой эти веб-приложения. Кто может знать, что прежде чем зайти в студию, нужно залогиниться в студию. Сервис аутентификации, авторизации находится на одном сервере веб-приложения, студия находится на другом сервере веб-приложения. И чтобы у них не возникало конфликта, у них есть общая база знаний, общая база данных, которая как раз-таки граничит с этим понятием как SAS Web Infrastructure Platform. То есть я опять же этот пункт выделял. Настройка администрирования веб-приложений. Да, там есть таблица, которая содержит конфигурационные моменты для некоторых веб-приложений. Обновляется динамически вместе с конфигами. Кто-то отметил, что если веб не работает, не работает ничего из веб-приложений. Потому что это как раз-таки, если проводить аналогию методата-сервера для всего SAS, то же самое, что веб для всех веб-приложений. То есть это ядро для всех веб-приложений, и ничего работать не будет, и с нами не будет работать корректно. Какие как раз-таки службы на нем основаны, испривязаны с ней. Ну вот я опять же говорил, authorization service, который помогает авторизоваться в контент-сервере. Опять, что касается тем, всяких картинок, в диаграмму можно вставить картинки, документы и прочую мультимедийную историю. Это все хранится в контент-сервере. Logon Manager — это как раз-таки тот интерфейс, который позволяет нам авторизоваться, то, что возникает перед пользователем, куда он вводит пароль, логин, чтобы попасть в ее приложение. Ну и какие-то внутренние службы, которые помогают взаимодействовать и поддерживать VIP в актуальном состоянии.